Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые зрители проекта Dental Education Talk.Expert или сокращенно DET.Expert. Для этого созданы сайты с их директами. Заходите, познакомьтесь с этим сайтом. Ссылка есть под этим видео. Меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Сегодняшнее видео будет посвящено армаментариуму того, что нужно для работы качественной, эргономичной, легкой и быстрой врачу-терапевту на его ежедневном стоматологическом приеме. Давайте посмотрим. Я буду двигаться от инструментов к расходным материалам. Вот перед вами вот такой вот лоточек, куда я собрал. Значит, у меня здесь лежит рамка для кофердама. Это стандартная небольшая рамочка. У меня они двух типов. Это есть рамки фирмы КСК, есть рамки компании ТорВМ. Значит, я три инструмента открыл, чтобы вам показать. Это щипцы для клампов, пробойник и рамка. Вот они у меня в открытом состоянии. А все остальное, то, что это равно должно храниться вот в таких индивидуальных пакетах. Вот щипочки, чтобы помещались иногда в узкий пакет, их вот так вот сжимают, прогойники хранятся в рамках. Что есть разного здесь у нас? Значит, у нас есть вот такие вот щипцы для кофердама. Я их называю штампованные щипцы. Они дешевле, чем вот такие вот кованые. Но есть особенность. Вот они очень хороши. Они имеют изгиб в 90 градусов между кончиками браншев, щипцов и рабочей плоскостью самого инструмента ровно под 90 градусов. Это удобно в дистальном участке зубного ряда. Есть похожие по типу щипцы, штампованные. Это щипцы для колец. Они практически универсальные. Я могу так сказать, что это щипцы от набора Полидентия, но они подходят абсолютно ко всем кольцам и ТорВМ, и Паладент, и Гаррисон, и Полидентия. Любое. Такие щипцы нужны обязательно. Крупным планом для вас покажу вот такие вот щипчики. Вот такие щипцы. Это щипцы для колец компании ТорВМ. Ну, в принципе, как бы они нормальными, можно пользоваться. Они вполне себе выполняют свою функцию. Очень неплохо. Вот я с этим планом вам покажу вот такие вот кольца. Значит, такие вот щипцы. Они очень доступные, дешевые. Делают их они, по-моему, сами. Пожалуйста, можно брать. Сейчас еще чуть-чуть возьмем в рамку. И щипцов много. Похожие по типу щипцы. Тоже штампованные. С золотыми ручками. Это от Денсплай Полидент. А без позолоты на ручках это от Полидент. У них немножечко разный разлет ручечек. Но, в принципе, они совершенно идентичны с точки зрения работы с фиксирующими кольцами. Ну, вообще, каждого инструмента, каждого, должно быть подло. Это очень важный момент. Потому что, если у вас инструментов, ну, так сказать, ограниченное количество, вы можете остаться без инструментов. Это очень важный. Поэтому даже вот таких примитивных щипцов от Torway тоже два. А у меня лежит, ждет своего часа на распаковку и тестирование вот такой пробойничек в Санктуаре. Очень мне понравилось. У него есть марк, наклеечка Дентал Эдвайзер, пять значков. Очень здорово сделан. Я, в общем-то, в будущем планирую переходить все инструменты, чтобы были у меня в Санктуаре. Они мне очень нравятся. Ну, тактильно, тактильно. Он очень приятен. Потому что через какое-то время выходят из строя пробойники. У них первое, что ломается, это язычок. Здесь вот этот пружинный язычок. В принципе, ничего страшного. Пробойник продолжает выполнять свою функцию. Но здесь у нас семь различных дырочек для пробивки. А здесь всего пять. Поэтому, конечно, это вообще совершенно другой коренков. Поэтому при возможности я всегда вот это заказываю. Заказываю это через Андрея Селицова. Компания Робердам Клаб под заказ. Иногда они привозят с Акази и можно заказать. Убираем обратно щипцы разных типов для колец, прижимных для клампов, рамки, пробойники. Вот это вот все инструменты, которые вам понадобятся на стандартном терапевтическом приеме. Без этого работать невозможно. С чем это все используют? Я подложу инструменты и покажу вам платки. Значит, я их буду выкладывать по частоте использования. Санктуаре Дентал Дам. Средний, медиум. Это, так скажем, наверное, 90% случаев он покрывает. Следующие платочки Никтон. Тоже медиум. И еще чуть реже, но это не значит, что они хуже. Они наоборот, они очень хорошие. Санктуаре Дентал Дам Нон Латекс. Значит, по Никтону вы все прекрасно видели и без меня все это знаете. Это очень хорошее. Это номер один продукт, номер один в мире по латексным завесам для стоматологии. Он есть либо бирюзового цвета, голубого, либо вот такого бирюзового, зелененького. В трех видах жесткости. Средний, толстый, тонкий. Еще у них есть черные платки. Сейчас есть очень хорошая новость, что получена регистрация на вот этот платок Никтон, всю их продукцию. Эксклюзивные дистрибьюторы, это является компания Робердам Клаб. Я очень рад за руководство, что они справились и довели это все до конца. Но стоимость не для всех может подойти. Ничего страшного в этом нет. Вот есть замечательные платки с лактуарем, либо латексные завесы, либо безлатексные. Я надеваю их таким образом. На длину фаланги пальца кладу платочек, прижимаю сверху большим пальцем, на сантиметр подтягиваю. Надеваю, не надо его прокалывать вот насквозь, чтобы здесь была дырка. Это не требуется. Абсолютно. Следующий угол, следующий угол. Теперь здесь перехватил, руку взял, подтянул вот этот уголочек. Все, платочек одет. Вот это действие должно научиться делать самому и научить своего ассистента делать просто мгновенно, всегда правильно, равномерно, чтобы не было складок и перетяжек. Похожая по консистенции продукция, но не содержащая латекса, всегда нужно ее иметь под рукой. У пациента может быть аллергия на латекс. Здесь у меня вот эта пачка у нас с последним платком, но этих пачек еще много в запасе. Безлатексный нитриловый платок. Он всегда только одного типа, медиум. У него есть глянцевая, есть матовая сторона. Он очень на порядок надежнее и крепче, чем латексные платки. В моей структуре работы это всегда используется для фиксации адгезивно-ортопедических конструкций, потому что это красиво, это надежно, это удобно, это гораздо быстрее продевать межзубные промежутки. Поэтому вот такие вот платки. То же самое отметка Дентал Адвайзер есть у него. Уберем, какая вам обратная. Ну, значит, вот если, видите, последний платок в коробке, значит, этой коробочкой активно пользуются, и платочки в ней заканчиваются. Любые рисунки вообще рано или поздно заканчиваются. Значит, отложим платки и поговорим о последнем ингредиенте вот этой системы, о клампах. Я вам покажу вот такую коробку. Придумайте, как сделать ее сами. По-моему, эти ингредиенты есть вот такие вот сортеры в Ливой Мерлен. Значит, здесь шесть ящиков, соединенных между собой, и все клампы я все разделил на шесть групп. Потому что хранить клампы можно вот только вот в таком состоянии. Каждый кламп должен быть запечатан в индивидуальную стерилизационную ленту. Мне один хороший человек сделал вот такую коробочку, все мне подписал. И у меня есть секция «Маляры без крыльев». «Маляры с крылышками», «Премаляры с крылышками», «Премаляры без крылышек» и «Бринкеры». Вот это в одну секцию идет. Бабочки, клампы, кольца и сепараторы. Вот шесть крупных групп, которые вы для себя, пожалуйста, также организуйте. Разные объемы емкости могут быть. Внутри у меня лежат клампы только от компании «ТорВМ». Вот я ими пользуюсь уже последние, ну, больше шести лет. Я прошел с ними все их версии, которые вначале там лопались бесщадно, там были чуть ли не одноразовыми. Они над этим работали, меняли процедуру закалки металла. И сейчас эти клампы, на мой взгляд, стали лучше, чем КСК. Они хорошие, жесткие, они очень долго служат. И, в общем-то, к ним нет никаких нареканий. На фоне нынешнего качества продукции клампов «ТорВМ» я абсолютно не вижу никакого смысла, ни клинического, ни идеологического, покупать компании КСК клампы и пользоваться ими. Самые тяжелые случаи, которые мне только встречались, я успешно решал клампами «ТорВМ». Кольца-сепараторы. Здесь, значит, у меня есть разные колечки. И паладентовские кольца, и полидентия. Все это работает в этой секции. Вот таким образом. Сколько туда? Ну, туда много можно поместиться. Я вот покажу сбоку. Сбоку. Ну, где-то наполовину заполнены все коробки. Вот эти вот клампы. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Не забывайте делать репост этого видео в социальных сетях. Задавайте ваши вопросы в контактную форуму на сайте data.expert. Присоединяйтесь к этой программе. В этом году я буду собирать все видео с русской озвучкой в рамках одного большого плейлиста, который будет называться «Дентал Терапи Гранд Курс». Большой курс по терапевтической стоматологии, в котором я буду для вас собирать ответы на разные сложные вопросы, которые возникают во время терапевтического приема. Я всех приглашаю присоединяться к работе над этим курсом. Задавайте ваши вопросы. Они помогают разработке, ускоряют его. И я думаю, что для всех будет интересно вместе получить хороший образовательный ресурс, которым все будут пользоваться и всем будет удобно и хорошо. На этом я останавливаюсь. Большое спасибо. Всем хорошего настроения, здоровья и чтобы у всех все получалось. Большое спасибо. Продолжение следует...